В этот раз в музее необычный рабочий день, а день народного календаря восточных славян, посвященный празднику урожая, угощения и встрече осени. Это праздник урожая. В этом году у нас получилось, что лето сдвинулось практически на месяц. У нас есть замечательные сливы, потом мы тоже можем посмотреть с знаменитым урожаем сливы. И действительно, представляем для детей, просто показываем, какие подмосковные продукты выращивались на наших полях, садах и огородах. В музее можно окунуться в атмосферу жизни крестьян Южного Подмосковья конца 19-го, начала 20-х веков. Здесь представлены предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда, транспортные средства, хозяйственные постройки. Все то, что окружало крестьянина в повседневной жизни. Здесь ежедневно проводят тематические экскурсии для школьников. В этот раз экскурсия была связана со славянским праздником осенины. Детей познакомили с домом Василия Шульгина, где в 1921 году Владимир Ильич Ленин выступал на собрании перед жителями деревни Горки. Маленькая девочка, которая сидит на коленках, ее отправили по деревне, потому что Ленин был очень хорошим оратором. Встреча была очень долгая. Дочка, получается, Шульгина, Василия Шульгина, ее отправили по всей деревне с плошкой деревянной и с ложкой, чтобы с каждого дома дань собрала. Чтобы наполнить вот эту полость керосином. После экскурсии дети поучаствовали в развлекательной программе. Соревновались в бросании колец, бегали с коромыслом и ведрами, научились справляться с чугунными горшками на ухвате, которые в народе еще называют рогами. На старт, внимание, марш! Давайте, давайте, быстренько! Вот, молодость! После игр для ребят провели мастер-класс по изготовлению кукол из подручных материалов. Сегодня мы для детишек будем делать куклу, называется Северная берегиня. Ее ставят в северный угол любой комнаты, для того, чтобы она оберегала семью, давала благополучие семье, счастье, здоровье приносила. Экскурсия стала для ребят вне классным уроком истории, и такой выходной запомнится им надолго. Алексей Митронин, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.